Вернемся к истории этой организации И попробуем разобраться, откуда она взялась И что она собой представляла Основателем этой организации был Китайский верующий Которого звали Вочман Ни Родился он в 1903 году Умер в 1972 году Родился он в китайском городе Фуджоу В христианской семье Его дед был пастором Когрегационалистской церкви А его родители были убежденными методистами Своё настоящее имя Нишу Цу Он по предложению матери Сменил на имя Ни То Шэнг Что по русски обозначает Страж или Стражник Для того, чтобы новое имя напоминало ему о его призвании Возвещать людям о Боге В юности не был номинальным христианином Однако, когда ему было 17 лет 29 апреля 2020 года Он побывал на некоем христианском собрании Которое проводила методистская миссионерка По имени Дора Ю И проповедь этой женщины настолько его затронула Что он во время этой проповеди Покаялся Он совершил покаяние перед Богом Учителем и наставником Водч Монони Стала независимая британская миссионерка По имени Маргарет Барбер Она познакомила молодого верующего С сочинениями самых радикальных христианских проповедников В того времени И наибольшее влияние на Водч Монони Оказали книги Английского проповедника Джона Нельсона Дарби Основателя движения Бретренов Или братских церквей И его единомышленников Из которых он вынес все свои основные представления О церкви О методах толкования писания О пророчестве И прочих принципиальных для его богословия вещах В то время не учился в англиканском колледже Святой Троицы И в силу того, что англиканская церковь в Китае Была очень холодной и формальной То наблюдая за всеми вот этими чисто формальными христианскими вещами То есть внешне христианские, внутри абсолютно мирскими У него внутри начался некий протест Против подобной версии христианства И он стал искать более живого и неформального христианского общения В 1922 году он познакомился с независимым китайским проповедником По имени Лиланд Вонг Лиланд Вонг Бывший морской офицер Проповеди которого энергичные и не имевшие четкой структуры Пришлись молодому человеку очень по сердцу И одновременно им очень импонировала Обычная для Вонга практика Позволять практически любому христианину дома у себя совершать обряд хребопреломления То есть не в церкви, а именно по домам у себя на квартирах В атмосфере Китая, которая была насыщена в то время неприязнью к западу и западным миссионерам И в атмосфере лозунгов сделать церковь китайской по духу То есть чтобы у них в Китае появилась именно настоящая китайская церковь Движение Вонга очень быстро приобретало популярность Вскоре эта новая деноминация приобрела славу революционных реформаторов церкви Ее вождями были молодые люди Которые во всем твердо следовали указаниям доктора Вонга Сам Вонг не принадлежал никакой миссионерской или церковной организации Поэтому фактически он в одном лице управлял всем происходившим Они отказались от всех исторических церковных традиций Члены движения собирались по домам или на съемных помещениях И энтузиазм, который кипел в этих людях, был настолько велик Что они буквально ходили маршем по улицам города Шаньтоу С пением боевых христианских гимнов и христианскими лозунгами Как во времена культурной революции китайцы ходили по улицам Китая С лозунгами «Долой капитализм» и все остальное Было примерно то же самое, только лозунги были христианского содержания Люди чувствовали себя реформатором, победителями Им нужно было как-то приложить эту энергию к действию Они все это выносили на улицу В 1924 году Вочманни отправился в миссионерскую поездку Для того, чтобы донести вот это новое понимание Евангелия христианской жизни до жителей островов Южного моря Когда он вернулся обратно в Китай Он решил начать свое собственное самостоятельное служение И обосновался в небольшом, по тому времени, портовом городе Под названием Амой, сейчас он называется Сямынь Он призывал людей оставить деноминации и прийти к Библии Идея была в том, что западные церкви не могут обратить Китай ко Христу Но Бог не оставил китайцев без милости Послав им людей, таких как Лиланг Вонг и сам Вочманни Которые хотят Китаю принести Евангелие на китайском варианте И на китайском языке Вочманни добился значительных успехов в этом маленьком городе И спустя несколько лет, в 1928 году, переехал в более крупный город Который называется Шанхай Официальным названием его группы было Зал Собрания Зал Собрания, но среди людей она быстро получила неофициальное название Малое стадо Почему? Потому что в этих собраниях использовался сборник гимнов Который назывался Гимны Малого стада Ну и название просто прилипло, приклеилось В Шанхае Вочманни основал организацию под названием Шанхайская евангельская книжная комната Которая занималась изданием его собственных сочинений И некоторых других книг, которые он считал наиболее полезными Все это издавалось на китайском языке Первая книга Вочманни называлась Духовный человек В нее он изложил свое представление о природе человека И в частности конкретно настаивал именно на трех частности природе человека Что человек представляет собой дух, душу и тело Но он доходил еще дальше и гораздо больше усложнял это учение Мы еще с вами будем об этом говорить дальше Десять лет спустя Вочманни издал свою вторую книгу Которая стала его последней прижизненной книгой Называлась она «Нормальная жизнь христианской церкви» И в нее он изложил учение о том, что в каждом городе должна быть только одна христианская церковь Которую должны в конечном итоге прийти все местные христиане Именно за это учение, которое поместная церковь унаследовала от малого стада Но потом получила название поместной церкви В соответствии с этим принципом в 1930-40-х годах Вочманни отправился в поездку по всему Китаю И стал создавать вот эти поместные церкви в каждом городе, где он бывал Помимо прочего, он проповедовал учение о частичном восхищении церкви О том, что восхищение церкви будет происходить в несколько этапов То есть не все сразу христиане, а сначала те, которые достойны А потом уже все остальные, которые достоинства будут приобретать по мере с течением времени В 1931 году Вочманни организовал в Шанхае конференцию Куда пригласил некоторых западных миссионеров А также своих коллег китайских проповедников Джона Сунга и Лиланда Вонга Он надеялся, что все эти церкви смогут найти общий язык И движение сольется в нечто общее Появится такая общая база Общее стремление идти путем, которым он идет Однако единства не получилось Сунг продолжал свои собрания Вонг вернулся к своему независимому миссионерству А Вочманни в одиночку продолжил свой крестовый путь Против западного миссионерского христианства Против деноминации западной В 1938-39 годах Вочманни, познакомившись с лидерами английских исключительных братьев То есть тех людей, которые считали, что только их собрание является христианской церковью Только их понимание Евангелия является правильным Познакомился с этими людьми Лидером этого движения был человек по имени Джеймс Тейлор По приглашению этого движения Вочманни отправился в Англию И там в течение какого-то времени проповедовал И излагал свои взгляды Однако вскоре Вочманни и Джеймс Тейлор расстались Потому что Ни сблизился с общиной другого проповедника Которого звали Остин Спаркс И вот эта как раз община под руководством Остина Спаркса Помогла Вочманну Ни издать впервые его сочинение на английском языке Его книга «Нормальная жизнь в христианской церкви» Вышла в апреле 1939 года под названием «О наших миссиях» А те лекции, которые Вочманни читал в Англии и Европе во время этого своего турне Уже после того, как Вочманни был арестован китайским правительством Когда он находился в тюрьме В 1957 году были собраны под одной обложкой Под названием «Нормальная жизнь христианина» Его книжка называлась «Нормальная жизнь христианской церкви» А вот эти лекции – это «Нормальная жизнь христианина» В 1942 году вместе со своим родным братом Который был по профессии химик Вочманни основал фармацевтическую компанию Своё решение он объяснил необходимостью финансово поддерживать Соработников по малому стаду В то же самое время, по возвращении из Англии Возможно, под влиянием тех людей, с которыми он там пообщался В отношении Вочманни к своим последователям Стали появляться первые нотки авторитарности Он стал приобретать черты очень жёсткого авторитарного лидера Вот, например, как пишет об этом один из историков Движения малого стада Зовут его Лесли Лайл Однако 1948 год, похоже, ознаменовал собой Поворотный момент в подходе господина Ни к церковности И начало новой иерархической системы централизованной власти Которая мало чем отличалась от структуры динаминационных церквей Некоторые полагают, что здесь мы наблюдаем растущее влияние Уитнеса Ли Который впоследствии установил столь единовластное управление над церквями на острове Тайвань Получилась совершенно необычная вещь Изначально всё это движение зародилось как протест против динаминации То есть Вочман Ни пытался уйти от динаминационного христианства и создать некое свободное движение Которое бы на родном языке обращалось ко всем китайцам Однако в 1948 году он пришёл к тому, с чем сам боролся Его собственное движение фактически превратилось в ещё одну динаминацию С очень жёстким контролем со стороны одного человека И с невозможностью отступить от тех канонов, тех учений, которые он там проповедовал Вочман Ник говорил, что человек, который наделён Божьей властью Сам должен быть смиренным и не должен воспринимать себя в качестве авторитета Однако в то же самое время в его писаниях можно найти такие высказывания Когда человек противится установленному Богом авторитету Он противится Богу, который в этом человеке Грешить против авторитета значит грешить против самого Бога И вот подобные высказывания они заложили очень опасные семена И стали как основанием потом очень жёсткой практически диктаторской власти Которая в этом движении с течением времени сформировалась После того, как в 1949 году Китай стал народной республикой Не в числе прочих независимых проповедников Энергично стал протестовать против создаваемой коммунистическими властями Единой государственной церкви Коммунисты обвинили его в шпионаже в пользу Соединённых Штатов Америки И буржуазного правительства А также в том, что он соблазнил более 300 женщин Но это явно были ложные обвинения Тем не менее, предлог был найден Сначала не выслали за пределы Шанхая А в 1952 году посадили в тюрьму В тюрьме он провёл 20 лет своей жизни И в 1972 году, не выходя на свободу, там и скончался И вместе с ним были арестованы и другие члены движения И таким образом, движение, которое в очманном НИИ было основано Осталось без твёрдого руководства В апреле 1956 года на материковом Китае состоялись массовые отречения Последователей зала собрания, которые оставили это движение И перешли в обычную государственную церковь, которую создавало коммунистическое правительство Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами О чём молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...